Дарья 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 Мы ждем вас 24 мая к 19.30 по адресу город Москва, Шлюзовая набережная, дом 6. На этом мы с вами прощаемся. С вами была Дарья. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам в социальных сетях и будьте счастливы. Дорогие друзья, ну что, наступило то время, 12 часов, и мы начинаем наш международный телемост. Отпишитесь, пожалуйста, как сейчас слышно, как слышимость. Поставьте оценочки по 10-бальной шкале. Отлично, отлично, отлично. Я смотрю, что все супер, со звуком у нас все отлично. Вот, теперь к вам огромная просьба. Каждый, напишите, пожалуйста, напротив, ну, сообщение, кто из какой у нас страна и город, страна и город, чтобы мы все понимали, какие страны у нас сегодня присутствуют. Эстония, Беларусь, Казахстан, Рига, Израиль. Ох, как все быстро идет. Швейцария, Приднестровье, Латвия. Хочу также заметить, что мы буквально недавно смотрели, у нас 64, именно в Skyway Capital 64 страны вот именно являются уже инвесторами. Не просто зарегистрированы, а именно проинвестировали в проект. Отлично, господа, благодарю вас за ваше сообщение. Вот, сегодня мы для вас подготовили это событие, и все вы знаете, с чем оно было связано, да, это завершением шестого этапа развития. Вот, и я бы сейчас хотел пригласить сюда всех спикеров, которые сегодня у нас выступят, да, чтобы они поприветствовали вас, вы поприветствовали их, потому что сегодня вы узнаете очень много новостей, зарядитесь мотивацией. Это у нас Ирина Волкова, член правления, Лариса Артамонова, также члены правления, наши региональные лидеры, Алексей Суходоев, Владимир Маслов, Александр Быба. Также у нас чуть позже подключится, вот, Мирошниченко Григорий Михайлович и Сергей Анатольевич Сибиряков. Продолжение следует... Ну что, перейдем к нашей основной части. Вот, и сегодня все спикеры выскажутся, да, буквально у нас 5-10 минут есть на выступлении, вы зададите ваши вопросы, мы на них обязательно ответим. И наше, опять же, повторюсь, знаменательное событие связано уже с завершением шестого этапа. Хочу вас всех поздравить, от всей души поздравить, потому что это действительно для каждого, назову так, скайвейщика, это победа, да, это огромная победа, то, что мы вот сейчас идем и движемся такими, я бы сказал, квантовыми шагами. Также, дело у нас осталось еще за малым, 6 этапов у нас закрыто, осталось 9, но дальше, чем дальше с очередным этапом, нам будет все проще и проще это делать. Те, которые, те партнеры, которые пришли у нас в самом начале нашего проекта, да, когда мы только запускались, это был 2014 год, они все хорошо помнят, с чего все начиналось. Когда не было ни полигона, конструкторского бюро, ни земли, то есть все было на уровне идеи, как бы нечем еще было похвастаться, то сейчас уже на самом деле мы проделали громаднейшую работу и каждый из вас видит это и мы это тщательно показываем для вашей веры и подпитки в наш проект, в наше общее дело. Потому что действительно, мы бы, если не объединились бы все вместе, да, и не сложили бы свою энергетику воедино, вряд ли бы что-то у нас получилось. Вот, я еще раз вас за это благодарю, за ваш позитивный настрой, за ваше настроение. Что касаемо шестого этапа, то в нем произошла большая масса событий, которые вы наблюдаете на протяжении уже последних там трех-четырех месяцев, да, мы публикуем каждую неделю новости, нас размещают в СМИ. Одни из ключевых моментов, которые произошли у нас в шестом этапе, мы получили два заключения Министерства транспорта о том, что технология была признана инновационной, а также второе заключение о том, что она была признана перспективной. И как говорил Анатолий Эдуардович в каком-то своем из роликов, что Россия рассматривает SkyWay уже после нашей сертификации, как одним из ключевых проектов, которые мы будем внедрять в России, но это пока еще на стадии договоренностей. Также событие, которое у нас свершилось совсем недавно, которое было связано со строительством дороги в Австралии. Также был проявлен интерес от многих крупных инвесторов и фондов, с которыми сейчас ведутся переговоры. Ну и также СМИ не забывают, что зарубежные, что наши российские пишут и уже начинают нас сравнивать с различными другими проектами, перед которыми мы превосходим на самом деле. Все эти события, которые сейчас у нас происходят, все новости, весь наш позитивный настроек прямо пропорционально влияет на рост инвестиций, а также на регистрации в наш проект. Начиная с марта месяца мы уже показываем рекордные показатели по приходам средств в проект, также по регистрациям в компанию. И это все на самом деле благодаря усилиям всей команды SkyWay, всей команды, в том числе и всех вас, каждого из инвесторов. Потому что все на самом деле на этом и строится. Количество новых регистраций в сутки мы уже достигли такого максимального порога, как 500-700 человек. Также, начиная с февраля месяца, мы на самом деле показываем рекорды именно по приходам. Февраль, март, апрель месяц, эти месяцы, в которых мы просто делали удвоение по инвестициям в наш проект. Это на самом деле уже не может не радовать и подпитывать той энергетикой, которая сейчас вообще происходит в рамках нашего проекта. Как я и сказал в самом начале своего выступления, мы посчитали и 64 страны, уже именно непосредственно, я сейчас говорю про SkyWay Capital, являются акционерами. В связи с этим, то, что у нас сейчас идет такой активный и бурный рост, у нас ожидается в самое ближайшее время ряд событий. Это первое. Мы сейчас запускаем, буквально уже это будет следующая и последующие недели, это цикл вебинаров, которые будут проводиться на английских и немецких языках. Но это еще хочу добавить, что это уже в дополнение к тем вебинарам, которые сейчас проводятся на венгерском, словацком и французском языках. Так как активно развиваются сейчас регионы, новые страны, их с каждым днем становится все больше и больше. Также в понедельник у нас уже в личном кабинете SkyWay Capital появятся литовские языки. И также уже готовы переводы на чешский, венгерский, словацкий, французский языки, которые вы уже сможете наблюдать в личных кабинетах в ближайшие 1-2 недели. Это мы все уже сделаем. Также, что хотел бы отметить, все мы наблюдали за грандиозным событием эко-фестиваля, который проходил у нас 23-24 апреля на полигоне. Приняло участие порядка 700 человек. Было очень приятно со всеми познакомиться с многими. Когда переписываешься в скайпе, знакомы были заочно, когда уже вживую. Это составляло больше интерес познакомиться с людьми. И также, что хотел еще сказать. Хотел сказать то, что мы так придерживаемся традиции, которая у нас была изначально с 2014 года по возмещениям средств, которые были затрачены на поездку, на приезд на эко-фестиваль в город Минск. В личных кабинетах Skyway Capital вы можете наблюдать этот функционал. И также, если кто-то еще не подавал заявку на возмещение, вы это обязательно можете сделать. Зайдите, прикрепите все необходимые документы, и вам будет возмещено на акционный кошелек. То есть, ваша поездка непосредственно на эко-фестиваль была приравнена к инвестиции в компанию, которая с каждым днем становится все ценнее и ценнее. И это важно, и это главное. Также, что вам хочу сказать, что официально объявлена дата смены 6 этапа на 7 этап, это 1 июня. Хочу сделать большой акцент на том факте, на том моменте, что продлений, начиная с 1 июня, именно отсрочек на неделю, на две, на месяц у нас не будет. И призываю сейчас всех акционеров, всех, кто планирует приобретать еще для себя, покупать пакеты, либо для родственников, либо говорите все о том, что продления в этот раз уже у нас не будет. Вот, 1 числа мы официально сменим дисконт. Дисконт повлечет, сразу говорю, изменение стоимости порядка 30%. Хочу также отметить тот факт, что переход с 5 на 6 этап развития, когда мы производили, он был, так сказать, можно сказать, что был незаметный. Безболезненный, да, безболезненный, потому что было, на самом деле, мало на основные пакеты у нас было в рамках этапов развития, а также у нас были пакеты акций, которые в рассрочку, да, и на них было снижение дисконта, там, порядка 10-15%. То сейчас, как бы, изменение на порядка, там, 25, вот так скажу, 30% произойдет абсолютно на все наши инвестиционные предложения, поэтому делайте выводы, кто еще хотел бы, кто успевайте, покупайте обязательно сейчас, до 1 июня. Также, что я хочу еще сказать. По статистике, вообще, в системе у нас есть огромное количество забронированных пакетов в рассрочку, что я сейчас имею в виду. Люди просто оформляли пакеты, но их не оплачивали, чего-то ждали, и они у них висели просто на счетах, как не оплачены. Вместе с переходом на седьмой этап развития, у нас вот эти все пакеты, которые были забронированы в рассрочку без оплат, они будут отменены, то есть у вас уже не будет возможности дальше оплатить их с текущим дисконтом. Что касаемо бронирования пакетов сейчас в рассрочку, мы сейчас рекомендуем вам сделать следующим образом. Если вы хотели бы за собой забронировать вот этот дисконт и оплачивать дальше пакеты акций с текущим дисконтом, и вам интересна рассрочка, то вам необходимо будет сделать оплату хотя бы одного месяца. Дальше у вас будет примерно полтора месяца на то, чтобы принять решение и продолжать рассрочку. Если вдруг получится так, что вы передумаете, то собственно деньги ваши никуда не пропадают, то есть первые оплаты, они у вас будут на акционном счете, и вы сможете уже приобрести другие пакеты акций, которые будут предложены из общего списка. Но уже с новым дисконтом, который будет применим непосредственно к седьмому этапу. Также хочу вам сказать, что на следующей неделе, в самом начале, это наверное будет понедельник-вторник, мы выложим в личном кабинете, также в новостях, в наших соцсетях и на официальном сайте, именно сравнение дисконтов, что есть сейчас на шестом этапе до первого июня, и то, что у нас будет в седьмом этапе, где вы наглядно сможете посмотреть все инвестиционные предложения и сравнить дисконты и количество акций в них. Это на самом деле очень важный такой момент, потому что сейчас у нас осталось буквально 9-10 дней, там у нас в марте получается 31 день, у нас осталось 10 дней, чтобы нам завершить. Я хотел бы что сказать, давайте сейчас все вместе с вами, потому что на самом деле все смены дисконта, которые у нас производились ранее, начиная с переходов с первого на второй этап, со второго на третьего, они всегда сопровождались очень бурным ростом и очень большими результатами. И сейчас я желаю каждому партнеру, чтобы эти результаты мы с вами просто не то что удвоили, как мы это и делали на протяжении последних 4 месяцев, показывали просто огромные результаты, давайте мы просто сделаем его в 5 раз больше. И вот на это буквально у нас осталось 10 дней. Мы это сможем сделать по прогнозам вообще нашей системы, то есть мы посмотрели, проанализировали и рост на самом деле такой намечается. И это очень благотворно скажется вообще на реализации 7, 8, 9 и последующих этапов нашего развития. Желаю всем просто крепкой воли, мы все молодцы с вами, все у нас идет абсолютно по плану, Минск работает, конструкторское бюро делает высокие результаты, мы этому помогаем непосредственно своим участием, своими инвестициями. Вот, желаю всем успехов. Сейчас я бы хотел передать слово следующему нашему спикеру. Вот, на самом деле вот очень теплое у меня отношение к этому человеку, потому что я поражаюсь на самом деле вот его выдержке, вот этой эмоциональной выдержке, крепкой воле, да. Когда этого человека, наверное, знаете вы все абсолютно, и каждый с ним не только знаком именно по тому, что слышал его фамилию, имя, но непосредственно общался. Через него, наверное, прошло уже более 10 тысяч человек. Кому он помог, кому помогла его команда. Вот, я очень ценю и уважаю этого человека, и очень рад, что он находится в нашей команде. А еще я вам скажу больше, что сегодня, в этот день нашего телемоста, знаменательной даты, у Александра Быбы, кого я хотел сейчас представить, сегодня день рождения. И сейчас, когда мы его, я его приглашу сюда, да, буквально через одну минутку, давайте мы его все поздравим, потому что этот человек, который отвечает за техническую поддержку, он является руководителем, и на самом деле тем первым человеком, с кем непосредственно вы контактируете. Приглашаю на нашу площадку Александра Быбу. Саша, подключайся. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Желаю вам всем крепкой воли, успеха. Все. Ну, я сперва хотел поблагодарить Женю за теплые слова. И поблагодарить вас, дорогие партнеры, за поддержку и за ваши поздравления. С каждым из вас, мы, со многими из вас лично общаюсь, стараюсь решать все вопросы. И в первую очередь техническая поддержка работает для вас. И каждый сотрудник технической поддержки работает для вас. Итак, моей прямой задачей является предоставление качественного сервиса. Насколько вам известно, компания все более активно работает в сфере привлечения инвестиций. И количество посетителей постоянно растет. Поэтому мы работаем над повышением качества обслуживания и расширяем наши каналы связи. Я хочу еще раз напомнить, что у нас работает круглосуточная служба поддержки на сайтах компании. Есть возможность связаться с оператором и решить свой вопрос в течение 24 часов. Каждый может зайти на сайт компании, выбрать вкладки на чат-чат для переписки или нажать кнопку позвонить для общения голосом с консультантом. Эти варианты связи абсолютно бесплатные. И также есть возможность позвонить на телефоны компании, заказать обратный звонок менеджера. Все эти каналы связи доступны для вас на сайтах компании. И тут же, как бы, тоже, опять же, кому как комфортнее общаться. Кто-то хочет не показывать свои данные каким-то образом. И есть возможность нажать кнопку позвонить, да, и таким образом вы сможете поговорить с сотрудником, да, задать какие-то вопросы, вас могут переключить на менеджера и разобраться в вашем вопросе. Также мы планируем расширять штат сотрудников, которые знают иностранные языки. Поэтому, если вы владеете иностранным языком, обратитесь, пожалуйста, ко мне в скайп. Мы обсудим условия сотрудничества. Больше по иностранным корпусам расскажет Алексей Суходоев. И я еще позже, я хочу также сбросить в чат информацию по поводу, у нас на сегодняшний день работает различные технические поддержки. Сотрудники могут консультировать сегодня у нас на венгерском языке, на словацком языке, на чешском языке, на английском языке и на французском языке. Все графики, дорогие партнеры, я скинул вам, я скинул в чат, значит, там указаны ссылки на работу данных сотрудников технической поддержки. Вы можете давать своим партнерам, чтобы ориентировать их, когда им удобнее обратиться. Потому что мы стремимся быть ближе, да, мы стремимся дать более грамотную поддержку нашим партнерам, и желательно на их родном языке. Поэтому вот время работы, есть возможности, некоторые из этих сотрудников могут проводить консультацию в скайпе. Скайпы, графики, все скинул в чат. Поэтому берем в работу, пользуемся и даем своим партнерам. Значит, что еще хотел сказать. В этом месяце планируем запустить новую систему оценки качества работы сотрудников технической поддержки. Большая просьба, дорогие партнеры. Если консультант решил ваш вопрос, не поскупитесь, поставьте ему лайк после общения. Или на против, если вы считаете, что ответ консультанта некорректен и вопрос не решен, вы можете поставить дизлайк. Данные отметки будут учитываться при анализе каждого оператора ежемесячно. И, соответственно, показатели будут поощрения либо штрафа. Поэтому очень важна сейчас обратная связь от каждого партнера. Ну и, конечно, если вы стали свидетелем грубого нарушения со стороны обслуживания, просьба незамедлительно написать мне в скайп. А скайп, в том числе, сбросился всей информацией. Собственно говоря, я бы, наверное, о технической поддержке мог часами рассказывать. Но так как наше время ограничено, я скажу, что количество обращений сейчас ежедневно увеличивается. Так как вы знаете, что с 1 июня будет смена дисконта и многое изменится. Несмотря на большой поток посетителей, мы обрабатываем все заявки во время перехода на новый этап. Поэтому, если есть нерешенный вопрос, я рекомендую не медлить с их решением через нашу службу. Хочу поблагодарить своих коллег по работе и вас, дорогие партнеры, за ваше терпение и внимание. Успехов и всего вам доброго. Благодарю. Передаю слово не только хорошему лидеру, но и замечательной, обаятельной женщине Ирине Волковой. Ирина, тебе слово, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые партнеры, приветствую всех. Надеюсь, что... Еще немного статистики, еще немного цифр. И наш замечательнейший проект не двигался бы с такой скоростью, если бы у нас не было такой команды, как есть сейчас. Наряду с тем, что у нас в Минске замечательно работает команда КБ, также у нас замечательно работает команда наших партнеров. И немножко цифр скажу и покажу и напомню о том, что у нас действительно на сегодняшний момент активно сотрудничают с нами, работают уже партнеры с 64 стран. Это, конечно, супер и здорово. На сегодняшний момент, если говорить о том этапе, который мы прошли и перешагиваем в следующий с первого числа, у нас активно работают партнеры с 20 стран и команды более 100 человек региональных лидеров. Я имею в виду, это команды вместе с лидерскими составами, вместе со своими группами, которые работают в городах и странах. У нас ежедневно, еженедельно, ежемесячно проходят различные мероприятия. Уже завтра у нас открывается новая страна Молдавия. Буквально завтра проходит там первая конференция. По этой причине Инета Анжены сегодня отсутствует. Она на данном этапе находится в дороге. Завтра там будет конференция. 24 числа у нас конференция в Москве. Пожалуйста, присоединяйтесь. 28 числа у нас конференция в Таллине и так далее. Я хотела бы сфокусировать ваше внимание на ссылочках, которые я сейчас после своего выступления обязательно все оставлю в чате. Но хотела бы, чтобы вы обратили внимание на то, что количество наших региональных лидеров постоянно растет. И я прошу вас, вы видите сейчас на картиночке, я специально поставила свой e-mail. Вы можете обращаться ко мне лично, если вы чувствуете такие силы, такой импульс сотрудничать с нами. Потому что сейчас начинается этап, самый интересный этап. Как мы говорим, самое интересное только начинается. Подключается очень много новых стран. В том числе Финляндия, Молдавия, Франция, Германия, Норвегия, Дания, Швеция. И это не весь список. Это те активные лидеры, которые сейчас уже заявили и предоставляют расписание и графики своих мероприятий в этих странах. Также я хотела напомнить о том, что каждый из вас может зайти на нашу страницу. Я расписание обязательно скину в чате. И ежедневно смотреть и знакомиться с теми мероприятиями оффлайн, которые у нас проходят в разных городах и странах. Каждый месяц в начале первых чисел вы получаете, все мы получаем, расписание на будущий месяц. Пожалуйста, будьте внимательны, следите за этим. И в течение каждой недели также с расписанием онлайн-вебинаров будет приходить расписание оффлайн наших мероприятий в разных городах и странах. Коллеги, обратите еще раз внимание на цифру 64 страны. Мы только начинаем работать. У нас сейчас задействовано только 27 региональных лидеров. Это люди, которые активно работают, плюс со своими командами в общей сложности 100 человек. Но только 20 стран, которые сейчас активно работают и подключились. Поэтому мы можем утроить наши показатели и наши акционеры, наши инвесторы уже есть практически во всех странах. Просто делайте шаг вперед, просто проявляйте инициативу, связывайтесь со мной лично. Мы с вами решим все вопросы по организации, по материалам, по всему необходимому, что вам нужно. И еще раз напоминаю, что ежедневно, еженедельно у нас проходят, постоянно идут мероприятия. Самостоятельно заходите на страницу сайта. Сейчас я в чате ее сброшу. И вы можете ознакомиться и лично познакомиться. Также на этой странице со всеми нашими представителями в странах и регионах, с лидерскими командами. Там есть все абсолютно реквизиты, телефоны, контакты. Связывайтесь, звоните, присоединяйтесь. Мы движемся очень быстро и очень активно. Что у нас сейчас есть еще замечательно до конца этого месяца. Мы уже комплектуем группу. До конца месяца у нас действует замечательнейший конкурс, который стартовал с 15 апреля и по 31 мая комплектуется группа. Коллеги, хочется просто поблагодарить руководство компании, которое идет на это и заботится о всех наших партнерах, о всех наших инвесторах. Предоставляет такую уникальнейшую поездку, где мы все не просто будем отдыхать, а еще и обучаться. И я сразу хочу сказать, что не будет никакой теории, будут только практические вещи. Будет очень много интересного. То есть эта поездка запомнится вам на очень долго. И хочу сказать о том, что это поездка для всех участников компании Skyway. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я также сброшу дополнительно ссылку для регистрации. И здесь вы видите нашего организатора, который занимается этой поездкой, Наталья Эрдман. Ее e-mail mustwork.mail.com. Вы можете написать и задать любой вопрос. До 31 мая комплектуется группа. Вы можете написать. И вам сразу будет выслано информационное письмо, где будет полная информация со всеми условиями проживания и со всеми условиями пребывания на Кипре. Поэтому у нас замечательные планы. Возвращаясь к нашим планам, также скажу, что сейчас на ближайшие три месяца мы составляем уже полнейшие графики, полные графики расписания всех оффлайн мероприятий в различных городах и странах. И вы знаете, что ближайшие полгода у нас, как мы говорим, стратегический этап, стратегический период. Давайте все поработаем. Давайте сделаем очень хорошие результаты. И сейчас я бы хотела передать слово нашему следующему выступающему, лидеру Алексею Суходоеву. Это замечательный человек, лидер. Он также является членом правления Skyway Capital и крупным акционером группы компаний Skyway и руководителем собственного традиционного бизнеса. Вы знаете, что он занимается переводами. Алексей, ты уже на площадке. Передаю тебе слово и отключаюсь. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Подождали, пока Ирина отключилась. Приветствую вас, дорогие друзья, коллеги. На этом замечательном событии в Телемосте сегодня у нас присутствует фактически 800, я не скажу, человек. Это подключение, потому что иногда присутствуют целые города, целые офисы. И сегодня, ну и собственно, как и в будущем, мы договорились говорить конкретные вещи, конкретные факты и минимум воды. Поэтому наши выступления будут максимально четкими и сжатыми по работе, как говорится. Друзья, мы начали подключать современные площадки, современные способы ведения бизнеса, обучать им. И дальнейшее обучение вы увидите буквально на следующих неделях. Я имею в виду площадку Перископ. То есть мы долго анализировали, смотрели. Я лично смотрел, анализировал. И многие также имели возможность увидеть мои личные трансляции на моем личном Перископе. Но мы решили сделать возможность обзора телемостов, конференций и так далее, и тому подобное именно через онлайн-вещание. И это очень важно, дорогие друзья. Те, кто не подписан на официальный канал Перископа Skyway Capital, это одновременно является также и Твиттером, пожалуйста, подпишитесь, потому что это также будет нашим информационным полем. Евгений Кудряшов и другие члены Совета правления, лидеры, те люди, которые чему-то могут обучить, чему-то могут научить. И, соответственно, то, что будет не стыдно и полезно показать в информационном поле Skyway Capital, все там будет транслироваться. И, естественно, прямые включения, прямые трансляции конференций, презентации, различные общения с крупными и потенциальными инвесторами и так далее. Все, что можно показывать в онлайн-эфире, там будет. Обязательно подключитесь. Также я хотел бы сказать, что с того момента, как с марта 2016 года мы с Сергеем Анатольевичем активно присоединились к развитию Skyway Capital и несказанно этому рады, потому что команда действительно замечательная, суперсплоченная и, самое главное, профессиональная. Я увидел следующее. И, собственно, попытался максимально также привнести и в развитие своих структуры с Сергеем Анатольевичем Сибирьком. Это в развитии иностранного рынка. Я могу сказать примерную цифру. Примерно за эти полтора месяца, то есть уже фактически два месяца, только от иностранного рынка и только в нашей структуре было привлечено, ну, так скажем, меньше 500 тысяч долларов, но больше 300 тысяч долларов. То есть в этом промежутке. И таких лидеров, Эстония, Франция, Латвия, очень-очень много. Я же сказал про Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, Польшу. Сейчас активно подключается Индонезия. И вот та картинка, которую вы видите, что действительно все страны загораются огнями Skyway, это действительно супер, дамы и господа. Потому что время развития Skyway пришло и время также инициации адресных проектов пришло. Но об этом более подробно расскажет по этому направлению, в том числе Сергей Анатольевич Сибиряков. Также, дорогие друзья, коллеги, мы начали цикл обучения того, что проверено на практике. Кому-то понравилось обучение, кому-то показалось оно, возможно, каким-то простым, но в любом случае оно было полезным. Руслан Багиров недавно провел обучение, и я с ним совместно по холодным звонкам, то есть по общению с холодным рынком. Те, кто не в курсе об этом прошедшем событии, о том, как совершать первый звонок по холодному контакту и как действительно выходить навстречу, далее закрывать сделку по Skyway, посмотрите, пожалуйста, это видео. Я также чуть попозже сброшу ссылку на канал, где это все можно найти. На сегодняшний день, дамы и господа, в 2016 году мы сделали огромный упор именно на иностранное развитие, потому что вы видите, как стремительно развивается проект Skyway на иностранном рынке. Взятие Австралии и, дамы и господа, это только начало, потому что проект Skyway будет шагать действительно по всей планете, и несмотря на то, что мы получили экспертное заключение при Министерстве транспорта Российской Федерации, конкретного экспертного совета, мы также получили достаточно серьезные заключения о рекомендованности применения нашей технологии и в австралийской организации, и в Международной Академии 300 решений изобретательских задач, и еще очень много заключений, я думаю, что положительных, естественно, мы получим. Поэтому я могу сказать, что команда Skyway Capital делает все возможное действительно по улучшению работы, и могу сказать, что в ближайшее время вы увидите очень серьезный, очень проработанный лендинг, который позволит вам очень быстро и очень емко, лаконично рассказывать человеку о проекте Skyway. По этому лендингу мы обязательно проведем обучение. Также сейчас перерабатывается серия писем, которая будет выводить человека на вебинар, и самое главное, самое важное, будет создана целая емкая система работы, то есть каким образом будет развиваться человек с самого начального уровня до самых высших. Потому что, дорогие друзья, пришло время действительно развиваться максимально профессионально, и я могу сказать, не просто Skyway время пришло, и что Skyway, строй Skyway, спасай планету, дай дорогу Мир Транснету, но и время крупных и средних инвестиций также пришло помимо мелких инвестиций. Ну а я передаю слово своему коллеге, своему другу, партнеру. Фактически уже особенные отношения сложились со следующим спикером. Это тот человек, который более 15 лет развивает проект Skyway, и привнес огромнейший вклад в развитие столь глобального, масштабного, хоть и венчурного, на данной стадии проекта. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. До скорых встреч. Спасибо, Алексей. Приветствую, друзья. Звук у нас уже вроде так настроен, все отлично. Поздравляю вас, друзья, с таким масштабным, в общем-то, событием. Всегда приятно участвовать в такого рода работе, когда действительно видишь результат, когда действительно видишь большое количество единомышленников, большое количество партнеров, друзей. Это всегда радует. То есть мы провели очень большой фестиваль 23-25 числа, когда собралось большое количество людей. Сегодня также в технопарке проходит нашего, скажем так, близкого партнера и второго фонда «Свига». То есть они также сегодня собрались на этой площадке. Там тоже довольно-таки большое количество людей, еще там нет, но тоже около 500 участников. Это, друзья, не может все не радовать, поэтому все разговоры по поводу какого-то конфронтации, тем более противопоставления между фондами «Это друзья» в принципе неправильно, потому что вы всегда слышали, всегда говорится, что мы объединяем мир, объединять «Это наша работа». И когда кто-то начинает влезать в эту вещь с разъединением, это, друзья, просто тот, кто работает в другую сторону проекта или с другими целями. Здесь мы сразу можем говорить, что есть разные методики, разные люди. И когда сегодня мы говорим, что зарегистрировано в проекте более 360 тысяч человек, это те, кто заинтересовались проектом, получили информацию, более 68 тысяч – это уже активных инвесторов. Как мы уже сказали, из 64 стран мира, то это уже просто не отмахнешься и не скажешь, что это какой-то простой проект. Тем более, что, друзья, мы уже реально перешагнули критический возраст для такого рода проектов. Это два года, а три года не переживает практически ни один проект, у которого нет основы. Поэтому мы нас обвиняли, естественно, в самом начале, друзья, и я, наверное, как никто другой, а там вот Алексей, Ирина, все, кто подключились вот после первой конференции, первой конференции, точнее, 2014 года, это те люди, которые первыми восприняли информацию и пошли. И что мы, друзья, за это время выслушали, пережили, и обвинения в мошенничестве, и обвинения в том, что мы делаем пустую пирамиду, и в том, что мы обманываем, не делаем технологии. Но это, друзья, все шаг за шагом. Не зря мы на наших вебинарах, помните, с Алексеем очень часто вставим песенку про стартапера, на такие мексиканские мотивы. Это действительно, друзья, гимн того, как человек слушает, видит, но идет и делает свою работу. И вначале это был просто один юнитский, потом возник вокруг него небольшой круг людей, который стал его продвигать, там, в основном, семья, близкие, там, близкие друзья, потом возник круг единомышленников, потом сегодня это расширился уже в серьезный круг именно уже партнеров, которые продвигают, которые обладают уже серьезными возможностями. И на этой неделе вы видели, как иллюстрация, очень показательный, очень серьезный момент это работа в Австралии, когда Родхук, то есть, когда его пригласила просто наша, из глубины, из сети, той структуры, которую строил Алексей, пригласила Людмила для того, чтобы потом были некоторые общения по Скайпу, потом общение с Виктором Бабуревым, потом с Юницким, потом приезд, потом совместная управляющая компания, а сегодня запуск уже 18 адресных проектов, выход масштабной компании, именно такой информационный по всему уже именно австралийскому пространству. Мы видим, это такая масштабная компания, связанная и с прессой, центральной прессой, и телевидением, где уже десятки каналов, и интернет-издания, и как вы, друзья, мы интересно отследили, что уже и в Европе, и в России, и наши РБК, и коммерсант уже начинают реагировать на то информационное пространство, которое идет в Австралии. Это, друзья, активнейшая работа, и в начале июня уже приезжает делегация суда, и бизнесменов, которые будут инвестировать в проекты, и уже инженеров, которые будут проектировать конкретные трассы, это все, друзья, активнейшая работа, которая идет, и это все на наших глазах, это с нашим участием, друзья. И буквально на этой неделе следующее такое интересное событие, когда из Казахстана наши тоже активисты, партнеры связывают меня с интереснейшей инвестиционной компанией в Германии, мы начинаем работать, и у нас уже на 18 июня намечена большая конференция в Германии, именно где будут присутствовать сотни инвесторов, ну там пока это немецкие, а потом они будут эту работу распространять на всю Европу, потому что это называется Европейское агентство инновационных проектов, это тоже, друзья, показатель, как это начинает работать, и все это связывается и связывается еще в синергию, в адресные проекты, которые сегодня активнейшим образом развиваются, и сегодня, если говорить, трудно сегодня назвать уголок в мире, где уже не прорабатывается проект, где сегодня не намечена определенная работа, и я вас абсолютно могу заверить, что до конца 16-го года мы с вами увидим десятки и десятки серьезнейших проектов, о многих проектов вы знаете, из наших вебинаров говорили, о каких-то проектах я не могу сейчас говорить, потому что это коммерческая работа, и они станут выводиться в такую активную фазу обсуждения только после того, как они будут запущены, это, друзья, уже серьезнейший бизнес, но я могу сказать, что сегодня все направления, которые мы сегодня создаем и запускаем в экотехнопарке, это и грузовые перевозки, и скоростные, и воздушное метро, и наш с Алексеем любимый юнибайк, который тоже, под который сегодня готовятся уже и проекты, и которые сегодня активнейше входят в мировую нишу, это новая ниша, которая создается, вот, соответственно, это все развивается и делается, и Алексей тоже, как в своем таком небольшом интервью сказал, что, друзья, если вы чувствуете в себе силы, если вы интересуетесь, обращайтесь, приходите, мы всегда ВКонтакте, мы всегда запускаем эти работы, мы всегда готовим методики, как это делать, и я могу сказать, что это основная будет с Алексеем работа, вот, на оставшийся 16-й год, на весь 17-й год, это старт адресных проектов, для этого готовится целая структура, для этого готовится очень серьезное такое направление в головной компании, и так как мы стоим у истоков и имеем уже определенный опыт, мы с Алексеем естественно в этой работе будем участвовать в делах, поэтому здесь я могу сказать, что места и работы хватит для всех, потому что будет инициировано за вот 16-й, 17-й год, я без преувеличения могу сказать, тысячи проектов, и каждый, кто может в этом участвовать, и здесь, друзья, вот тоже при общении вот на этой неделе с одним крупнейшим европейским фондом, венчурным фондом, мы обсуждали, друзья, очень интересную такую уже именно экономическую составляющую, что из себя представляют те инвесторы, которые сегодня работают в Skyway, их могут сначала обзывают словами, что это люди доверчивые, которые дали себя обмануть, которые вошли сегодня по мере того, как возникает интерес к технологии и приходят уже другие игроки, и этот актив, который мы с вами создаем, уже реально начинает обретать такие экономические очертания, а на конец года, когда мы увидим, и я четко могу сказать, друзья, это мы сейчас отслеживаем, что когда пойдет обратный выкуп уже специализированными компаниями, выкуп наших обязательств, это, друзья, начнется уже вторичный рынок, это начнется движение тех обязательств, капиталов, которые есть, которые мы, в общем-то, и запускали, потому что сегодня интерес уже к этим обязательствам, ну, скажем так, проявляется все серьезнее и серьезнее, а по мере того, как демонстрация приобретает очертания, и когда на нее возникает спрос, это, друзья, уже становится просто капиталом. И мы попытались оценить, друзья, что из себя представляют почти 100 тысяч человек, у которых на руках находятся серьезнейшие активы, и здесь, друзья, я могу задать вам вопрос, что когда вы прошли настолько сложный и непростой путь от начала зарождения технологии, когда она начинает внедряться, когда вы, инвестировав небольшие суммы сегодня получили очень серьезные и значительные венчурные премии, которые закладываются сегодня в дискаунтах, это сознательная, друзья, политика, которая направлена на то, чтобы этот риск, который сегодня разложен на очень большое количество людей, кто может рисковать небольшими деньгами, но вместе это возникает очень серьезный проект, серьезное финансирование, то здесь, друзья, возникает вопрос, когда заработает Skyway, когда будет спрос, и капитализируются наши пакеты, я вам задаю вопрос, но сразу же знаю на него ответ, когда мы вам будем предлагать следующие адресные проекты, следующие технологии группы SkyTech, которая сегодня идет из инженерной школы Анатолия Дарвича Юницкого, то я абсолютно знаю вопрос, ответ на вопрос, что, друзья, а вы пойдете с нами дальше, вы будете дальше работать в следующих адресных проектах, уже как профессиональные инвесторы, которые будут инвестировать не 5, 10, 100 или даже тысячу долларов, а будут инвестировать серьезные суммы, потому что у вас на руках будут эти пакеты, вы будете работать с командой, которая провела уже через сложнейшие, скажем так, казалось бы, невыполнимые задачи, но мы вместе это сделали, естественно, друзья, я знаю ответы, я могу сказать, мы с вами создаем сейчас не просто инвестпроводящую систему, это мощнейший инвестиционный ресурс, который через некоторое время будет решать задачи, которые многие сегодня себе даже не могут представить, а мы, друзья, с вами создали краудинвестинговую систему, мы сегодня создали технологию и запустили, и сегодня встали уже в конкурентную борьбу, сегодня боремся и уже реально отстаиваем свои интересы, мы сегодня вошли в борьбу уже с теми недоброжелателями, которые пытаются затормозить развитие и стран, и континентов, и в том числе технологий, мы тоже, друзья, уже сегодня решаем эти вопросы, и у нас есть силы уже для решения этих вопросов, дальше это будет все серьезнее, дальше мы будем двигаться, это будет все активно развиваться, и по мере того, как будет, ну, уже, так сказать, более мощно проявляться технологии и заявлять о себе, точно так же наша инвестпроводящая система, наш венчурный фонд, который реально становится профессиональным инвестиционным инструментом, он также будет перед собой все ставить и решать более серьезные проекты. Сначала, конечно, мы, друзья, начинаем с очень небольших проектов, вы видели, по Австралии, это небольшие 9 километров к оздоровительному центру, причем интересно, что в бизнес-плане, друзья, цена перевозки закладывается ноль, то есть это как дополнительная услуга, которая будет оплачиваться студенческим кампусом и университетом. Это та идеология, которая лежит у нас в основе, помните, когда много раз говорилось о том, что перевозки в транснете, перевозки в системе будут стремиться к нулю при максимальном комфорте, так же, как сегодня скайп представляет такие услуги. Но это, друзья, тема наших отдельных вебинаров, это наша отдельная работа, а сейчас я могу сказать и констатировать, друзья, что мы проводим именно не зря эту черту после экотехнопарка, происходит смена этапа, мы переходим на новый уровень, будет очень серьезные изменения именно в политике точки зрения доведения и поощрения тех дискаунтов венчурных премий, которые будут закладываться, подсознательно отработанная уже, друзья, стратегия, которая рассчитана на то, что кто понимает, кто видит смысл и сущность тех обязательств, которые сегодня предлагают, и понимает их ценность, тому дается очень серьезные условия для того, чтобы увеличить свой пакет, для того, чтобы работать с теми, кто приходит только в проект и показывать, что раньше были совсем другие условия для тех, кто входил, а сейчас в связи со сменой этапа происходит смена венчурных дискаунтов только потому, что меняется само отношение к технологии, меняется само его позиционирование, и поэтому не могут вечно сохраняться такие большие дисконты, которые были два года назад, год назад, и даже, друзья, месяц назад, это абсолютно закономерная и абсолютно правильная вещь. Поэтому, друзья, мы сегодня еще раз констатируем, что наше сообщество это 64 страны, и мне очень интересно слышать, когда Алексей говорил, выходим на зарубежный иностранный рынок, здесь бы я хотел несколько уточнить, друзья, у Транснета и у Скайвея это та уникальная вещь, когда у нас нет иностранного рынка, у нас нет зарубежных филиалов, потому что 64 страны это равноправные партнеры, мы все участники Скайвея, Скайвей идет по всем странам, поэтому, да, он начался в России, но это международный проект, и у него нет соответственно границ, если интернет убрал границы между информацией, то Транснет, друзья, Скайвея уберет границу между странами, и мы это с вами делаем, потому что объединять это наша работа, и соответственно мы объединяем мир, строй Скайвей, спасай планету. Спасибо, друзья, за внимание, надеюсь, что мы с вами еще не раз и не два увидимся на наших встречах, конференциях, презентациях, и будем дальше работать, и я могу сказать, что впереди у нас как в горизонте целей, всегда будет более широкая и грандиозная цель, чем та, которая решается сегодня. Поэтому, друзья, я передаю слово также нашему коллеге, очень интересному члену нашей команды, это очень серьезный чиновник в своем, это очень человек интересный, системный, именно аналитическим мышлением и подходом в нашей команде, он занимает всегда особое место, потому что он структурирует, систематизирует вся работа, которая есть, это бывший вице-мэр города Таллина, это тоже, друзья, одна из его очень серьезных регалий, это Владимир Маслов, я с большим удовольствием могу сказать, что такие люди в нашей команде есть и мы работаем вместе с ним, я думаю, еще не на один проект и не на один год. Друзья, а я с вами прощаюсь, до новых встреч. Спасибо, спасибо, Сергей. Добрый день всем тем, кто сегодня нашли время и желание участвовать в телемосте. Я надеюсь и уверен даже, что все получат достаточно много позитивной и правильной информации. Я начну с того, что, дорогие друзья, мы делаем все, чтобы достойно выступить в Берлине, а это значит, что мы инвестируем, мы радеем за то, чтобы Экотехнопарк развивался, как предыдущие коллеги все говорили. И я не в смысле, значит, как там хвалят баснях друг друга. Я просто хочу сказать, что хорошо и как бы комфортно работать в команде. И команда это Capital, команда это RSV, команда это все те платформы, которые инвестируют и тоже как бы стараются обеспечить строительство Экотехнопарка. И команда это все вы, кто вы сегодня здесь есть и те, кто не могли сегодня прийти. Поэтому я остановился бы или, скажем, рассказал бы о том, что Capital вместе с RSV вот уже практически полгода занимались и пришли к определенному результату, к результату, который как раз совпал с переходом на новый этап, это к тому, что проект Skyway становится все прозрачней. То есть, мы радеем за то, чтобы для инвесторов, для надзирательных органов, как если таковые, назвать их, проект был бы прозрачным. Значит, вводится в Capital в кабинете с начала или в начале следующего месяца новый, или вернее, скажем так, инвестиционный продукт, это инвестиция под гарантию и залог акций с возможностью вступления в права владения залогом. Я, может быть, здесь витивато это сказал, но, иными словами, это инвестирует человек, получает гарантию в виде акций и возможность тут же, значит, чтобы как бы это не ждать, когда эта инвестиция вернется, а вступить в права владения или стать владельцем этих акций, которые ему были даны в залог и еще под гарантию тому же головной компании. Таким образом, человек обретает хорошую возможность и получает как бы стать владельцем акций несколькими движениями мышки и одной подписью практически. Это первая хорошая новость. Есть вторая хорошая новость, дорогие друзья, что таким образом мы, каждый из нас, из инвесторов, приобретает или получает возможность или приобретает залоговое имущество, а в международном и в большинстве стран Евросоюза и в большинстве стран мира, как говорят юристы, это дает возможность зафиксировать, что обретая залоговое имущество, человек становится владельцем имущества той стоимости, в какой это залоговое было. То есть, что я хочу сказать, это значит, что я, Масло Владимир Маркович, обретая, заплатив 1 доллар, фактические заходы, становлюсь владельцем, ну там, если по дисконту, возьмем средний дисконт 300, обретаю акции на 300 долларов или 300 акций. И это значит, что фиксируется сразу мое имущество не по инвестированному мной сумме, а по тому, какой я обрел залог. Что это значит? Это значит то, что последствии, когда я, ну вдруг понадобится мне продать эти 300 акций, да, предположим, я продам по стоимости акции 1 доллар, мне с разницей ничего не надо платить, дельты не будет. В отличие от того, что если бы я купил за доллар и продал за 300 долларов, то за 299 долларов мне надо было бы заплатить налог с прибыли. С прибыли, не с дивидендов, это отдельный налог. У нас в Эстонии он достаточно высокий, например, и в других странах мира, не говоря уже о России. Таким образом, это вторая хорошая новость. И третья, тоже есть хорошая еще новость, это то, что юристы утверждают, что практически при получении дивидендов налог значит с этих дивидендов придется платить по закону той страны, где зарегистрированы компании, акциями, которые мы владеем. Но тут есть другой момент, что владея этими акциями очень мудро сделано, что мы сделали, что они зарегистрированы и реестр находится на Кипре. И появляется в Кипре в Кипре. Продолжение следует... 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 И даже сегодняшняя встреча, которая тоже является очень важной, мы получили очень много новостей, она также проводится через площадки вебинаров. Так вот, на сегодняшний день у нас на площадке вебинаров уже создано несколько порталов. Мы работаем на многих языках, поэтому если ваши коллеги находятся в других странах и говорят на языках отлично от русского, вы можете их смело перенаправлять на новые вебинары. Итак, что произошло с того момента, когда мы все начали работать, мы все с вами пришли в Кэпитал, какие у нас с вами итоги? У нас сегодня как бы и подведение итогов. Итак, с русского языка проведение вебинаров расширилось до почти десяти. Мы уже стабильно проводим вебинары на французском, эстонском, чешском, словацком, венгерском, сейчас добавился английский. На подходе спикеры на польском, немецком, испанском. И еще у нас появляется несколько таких экзотических языков. Если мы бросались в ссылку в чате, если кто-то из вас готов сейчас вести вебинары на своем собственном родном языке, технические и презентационные, вы можете обращаться через службу поддержки к нам. Мы проведем с вами собеседование, посмотрим, насколько вы разбираетесь с технологией. В любом случае презентации у нас существуют. Презентации по вебинарам тоже есть, вы все ими можете пользоваться. И что очень удобно сейчас, у нас не сказал об этом Александр Буба, но мы его прощаем, потому что у нее день рождения, сегодня знаковый день. У нас на сегодняшний день в головном офисе, в личном кабинете РСВ, на портале, где размещен календарь, появился уникальнейший инструмент. Если вы нажимаете на прошедшие вебинары, у вас в окошке открывается видео вебинара, который прошел. На текущие дни у вас будет открываться ссылка регистрации, но по прошедшим дням, сейчас, если вы заходили и смотрели, там уже открывается видео, это смотрится потрясающе. И это удобно, если вы для своих партнеров хотите сразу сбросить ссылку в вашем личном кабинете, и вы даже сможете в дальнейшем формировать с этих видео свои собственные моменты, где вы хотите заинтересовать людей. То есть вы можете выстроить свою тему, это очень интересно для тех, кто строит свои собственные структуры профессионально, кто зарабатывает профессионально. Вот вы сможете сейчас очень легко это делать. В ближайшее время в кабинете Capital точно так же появится такой ресурс. Сейчас мы не особо загружаем личный кабинет Capital, потому что вы слышали от директора фонда Capital о том, что у нас готовится новый личный кабинет. И он буквально вот-вот на днях будет запущен. Вот в этом личном кабинете все эти ресурсы будут. Будет ли сейчас вопрос на арабском? Вы знаете, мы готовы ввести на всех языках. Вы обращаетесь к нам. У нас нет специальных переводчиков. У нас площадка вебинаров работает по принципу. Инвесторы, которые уже в технологии, которые понимают важность технологии, вы обращаетесь к нам. Если вы готовы ввести вебинары, с вами будет проведено несколько вебинаров, где мы посмотрим, как вы ведете, мы вам поможем. Мы вам подскажем, мы подготовим для вас презентации. Вы их переведете на ваши языки, и вы можете смело выступать. Мы предоставим вам площадку. У нас площадка может одновременно в один день выходить на нескольких языках, поэтому ваши участники всегда смогут подключиться. То, что касается сейчас площадки вебинаров, вот, пожалуйста, посмотрите, еще раз сделаю акцент, потому что оказывается, что не так много людей, не так много инвесторов на сегодняшний день понимают, где вообще искать записи вебинаров. Пожалуйста, в Ютубе сделайте все у себя, возьмите, оформите подписку. Вот на сегодня тут 181 человек. Сегодня вас, тех, кто присутствует в RSVF Capital, уже больше 100. Поэтому, если вы подпишетесь, вы будете видеть все новости, все вебинары, которые только добавляются, они сразу будут появляться у вас. На сегодняшний день то, что является таким очень мощным показателем, сейчас уже мы проводим больше 20 вебинаров в неделю на нескольких языках. Это получается где-то в среднем 80-100 вебинаров в месяц. За 7 месяцев, с октября того года по сегодняшний день у нас проведено более 500 вебинаров. Вот когда эту цифру начинаешь видеть, начинаешь понимать, что команда, которая работает, делает все возможное, чтобы у вас были инструменты для привлечения инвесторов, для привлечения инвестиций. Мы сделали не только все возможное, но мы даже перешагнули этот рубеж, потому что предоставили все инструменты для вашего развития. На сегодняшний день 150 тысяч человек посетили вебинары в прямом эфире, включая телемосты. Сейчас мы берем вот эту совокупность 500 вебинаров в месяц. У нас присутствует 242 записи на канале YouTube на многих языках, поэтому еще раз скажем, сделаем акцент, что вы можете составить свой собственный плейлист, ссылку на который будете давать своим потенциальным партнерам, либо лидерам, которых вы собираетесь привлекать. На сегодняшний день у нас 33 638 просмотров. Это подразумевается, что после того, как люди присутствуют на прямом вебинаре, у нас почему важны записи, почему важен этот канал? Потому что многие люди уже после вебинаров просматривают, им интересно, они отправляют ссылки своим знакомым, друзьям. И у нас увеличивается количество людей, которые начинают поддерживать технологию. Поэтому если вы наберете сейчас у себя в интернете или в YouTube Skyway Webinar, вот вебинары, как написано здесь внизу, вы сразу выйдете на YouTube канал вебинаров компании Skyway. Подпишитесь, пожалуйста, и вы сможете получать все самые последние новости, которые сегодня только для вас существуют. Поэтому в завершении моего выступления хочу сделать акцент. Если вы те, кто готов на своих собственных языках начинать вести вебинары, вы пишете в службу поддержки и предоставляете свои координаты. Мы связываемся с вами, проходим несколько таких тестирующих моментов, смотрим, как вы выступаете в эфире, насколько вам комфортно в эфире, и начинаем создавать для вас вебинары. У нас сейчас очень много презентаций по маркетинг-плану, презентаций по технологии, презентаций по развитию, презентаций по партнерству. И эти презентации, они сделаны профессионально, на профессиональных шаблонах, профессионалами. Вам их нужно будет только перевести и начинать вещать на своих собственных языках. И если вы те, кто сегодня готов проводить точно так же свои собственные конференции в регионах, вы помните, у нас выступала Ирина Волкова, вы обращаетесь через поддержку к Ирине Волковой и начинаете развивать структуры. Если вам больше комфортно не выступление онлайн, а выступление оффлайн, вы начинаете это делать, обращаясь к нам, чтобы вы понимали, кто вы, где вы и с чего вы начинаете. Хочу сейчас сделать акцент вновь еще на Инете Анжани. Она сегодня, к сожалению, не присутствует, потому что развивает новый регион Молдавию. Инета потрясающий мастер, потому что то, что вы видите на сегодня маркетинг-план, он разработан Инетой. Конечно, да, при поддержке всех нас, но Инета здесь является таким... Основной мозговой штурм – это ее заслуга. На сегодня у нас самый лучший маркетинговый план, поэтому у нас такое огромное обилие вебинаров, такая огромная поддержка. На сегодня у нас потрясающие пакеты, и вы знаете сейчас, что дисконт меняется, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь. Вот очень много вопросов о дисконту, о том, чтобы там 1х600 и так далее, вам важно это понять. На следующей неделе, вот буквально сейчас после телемоста, мы сделаем такой телемарафон со всеми спикерами, где у спикера будет не 5-6 минут, потому что сегодня у нас отчет, и вы этот отчет получили максимально. Мы будем полностью расшифровывать наше выступление, и вы услышите о новых пакетах, вы услышите, что такое дисконт, потому что совершенно, я вижу по чату, вы не поняли, что такое продлить дисконт 1х600. Кто его продляет, где он берется, вы также услышите о том, как вы сможете участвовать в этом дисконте 1х600, если у вас его не было, но вы это очень хотите сделать. И очень важно будет сейчас запускаться серия правовых вебинаров, потому что вы слышали Владимира Маслова. И, кстати, вот эта новая форма вашей защищенности, она точно так же разработана, разработана благодаря управляющему совету, который пришел. Вот сейчас мы как бы предложили свои услуги, свою поддержку фонду Кэпитал, и в том числе и РСВ, и вы имеете на сегодня полную юридическую защищенность. Вот Владимир Маслов и Инета Аджини, это были в основном и те инициаторы, которые все это принесли сейчас для всех вас. И вам важна будет полная расшифровка, потому что вы обязаны ориентироваться с тем, что вы делаете с акциями, с обязательствами или долями, по факту у нас нет слова акции. Вам важно будет понимать, почему это называется так, когда вы платите налоги, когда вы не платите, что с вами происходит, и это будет происходить посредством вебинаров. Так как это вебинар, и он будет предоставлять запись, вы сможете затем просто эти записи отправлять своим коллегам, отправлять лицам, которые в этом заинтересованы, и особенно отправлять их тем крупным лидерам, с которыми вы работаете, и которые в первую очередь спрашивают у вас юридический статус и юридическую защищенность всего, что происходит сейчас в технологии SkyWay. Вот это огромная поддержка всем вам. Сейчас вижу вопросы, есть ли у нас, будет ли на китайском языке, вновь скажу, на любом. Пожалуйста, придите, заявитесь о себе. У нас не оплачивается при введении вебинаров, у нас все спикеры работают в свободном доступе, работают, как бы это их собственная инициатива. Вы работаете, у вас растет команда и структура, и возможно вы леди регионов. Все эти вопросы оговариваются, у нас существуют все эти условия. Еще раз сделаю акцент, что нам сегодня нужны переводчики. Вот работа переводчиков оплачивается, поэтому вы обращайтесь к Павлу Банилову, к Александру Быва. В любом случае, если вы сейчас какую-то информацию не увидели, потому что у нас чат постоянно так очень быстро меняется, вы заходите в службу поддержки и задаете вопросы. Основной акцент сейчас упор. Пожалуйста, помните, у вас осталось всего несколько дней до смены дисконта. Несколько дней. Позаботьтесь о себе, посмотрите про рассрочек. Посмотрите запись этого вебинара еще раз, если это будет важно. Напишите 300 раз поддержку, если это будет для вас давать какую-то расшифровку. Лучше лишний раз спросить, чем потом, 1 июня, начинать, что называется, ахать и охать, потому что вы не успели сделать очевидные вещи. Пожалуйста, постарайтесь сейчас максимально пристроить свои деньги, которые у вас на акционном счету, потому что с 1 июня все будет смена дисконтов. И то, что у вас сейчас на акционном счете, то количество долларов, вы на них сейчас можете купить один пакет, после другой. У нас, еще раз скажу, будет расшифровка по всем этим пунктам в телемарафоне, который начнется с понедельника. С понедельника вы сможете получить более подробную информацию. И все же не дожидайтесь этого, принимайте сейчас решение, какие пакеты вы продляете, как вы их продляете, что вы еще можете оплатить по тем потрясающим дисконтам, которые есть сейчас. Вновь вопросы, можно получить информацию о дисконтке 1 к 600. Вы ее получите и в личных кабинетах, и на выступлении с понедельника Евгения Кудряшова. Сейчас мое время в эфире завершилось. Моя задача была показать вам вашу грандиозность, потому что вебинары появились не потому, что нам скучно сидеть самим с собой, а потому что они востребованы. Потому что все больше и больше вас посещает вебинары, использует и применяет информацию, полученную на вебинарах, для привлечения инвестиций. И благодаря этому, на самом деле, сейчас идет такая резкая смена дискота. И, как говорили все коллеги на меня, мы можем предполагать, что если у нас на смену седьмого этапа, на переход на седьмой этап потребовалось такое длительное время, то на восьмой, девятый и десятый мы можем перейти в течение одного, двух, трех месяцев и увидеть, может быть, уже и действительно в конце года сертификацию технологии, а то и, может быть, в начале следующего. Поэтому будьте внимательны, держите руку на пульсе, посещайте вебинары, либо просматривайте записи, приводите на вебинары новичков, потому что это поможет вам уйти от рутины постоянного объяснения от одного и того же. Я с вами прощаюсь и предоставляю слово сейчас Григорию Михайловичу Мирошенченко, к потрясающему спикеру, те из вас, кто присутствовал на его вебинарах авторских, кто желает научиться инвестировать, кто желает пройти, так вы знаете, у нас есть теперь такое выражение, инвестиционную грамотность, научиться, как формировать команды, пожалуйста, на выступлении Григория Михайловича. И я очень надеюсь, что сейчас этот потрясающий человек, он просто заряжает, вдохновляет всех, просто его одно присутствие в эфире доставляет колоссальное количество энергии. Очень надеюсь, что он сейчас поделится теми результатами, которые у них потрясающие турне по южным странам бывшей Российской Федерации. И вообще сейчас у нас турне входят в моду, у нас сейчас появилась мода на турне. Поэтому мы будем делать телемосты, мы будем делать вебинар-марафоны, и мы начинаем проводить турне по регионам, где у нас инвесторы, которые поддерживают нас. Итак, я приглашаю в эфир Григория Михайловича Мирошмиченко. Григорий Михайлович. Коллеги, кто у нас видит Григория Михайловича Мирошмиченко? Дорогие друзья, всем добрый день или доброе утро. Знаете, есть такая приспаска доброе утро, говорят, и днем, и вечером. Почему? Потому что утро – это начало чего-то такого грандиозного глобального. Поставьте, пожалуйста, плюсики или десяточки. Слушайте меня, видно хорошо. Я сейчас нахожусь в городе Минске, как некоторые, знаете, такое выражение, что столица Белоруссии, город Минск претендует на звание Мировой транспортной империи. Я думаю, что так и будет. И я в первую очередь сейчас отвечу на вопрос. Это действительно просто, скажем так, один из руководителей всего нашей группы компании Skyway попросил, так получилось, два часа тому назад мы виделись и попросил. Да не по поводу смены дисконта. Смены дисконта. То есть первого числа все поменяется. И будьте внимательны, будьте очень внимательны. Плюс вопросов сразу в чате не задавайте, я на них отвечать не буду. Почему? Потому что завтра, сегодня вечером, завтра, послезавтра вы получите уточнение на всех вебинарах, в чатах и от своих настоящих спонсоров. Так вот, внимание. Первое, самое главное. Дисконт 1,600 для тех, кто успел войти с ним в декабре месяце, то есть в ноябре-декабре месяце, сохраняется этот дисконт для всех абсолютно. Внимание. Дисконт 1,600. Он сохраняется за вами и после смены, после первого числа, после смены дисконта. И второе, для тех, кто вошел уже в расстрочку, в программу расстрочки, после декабря месяца, то есть с новыми дисконтами, помните, да, там дисконт на 250 долларов, то есть по 25 долларов, по 50, по 100 и по 200. Вот это, наверное, еще более быть внимательными. Свяжитесь со всеми абсолютно своими партнерами. Прямо всем обзвоните своей первой линии, пусть они обзвонят свою вторую линию, третью и так далее, и так далее, и так далее. Внимание, будьте внимательны, кто вошел в программу расстрочки с декабря месяца, то есть на вот то, что 25, 50, 100, 200 и далее, и далее, кроме дисконта 1,600 до нового года. У вас, если вы не успеете закрыть свои позиции, то дисконт с первого числа поменяется. Все. То есть у вас есть возможность закрыть до конца свою расстрочку и с этим же дисконтом, который у вас есть, взять снова пакет. Если вы этого сделать не успеете, то все, с первого числа у всех, кроме, еще раз повторю, у кого дисконт 1,600, полностью все поменяется, то есть дисконт резко поменяется. И продолжить с этим же дисконтом, который у вас сейчас, вы уже не сможете. Просто подумайте об этом. Вот эти 10 дней, которые остались, вот целиком надо посвятить этой работе. Еще раз, 1,600 сохраняется до нового года, все, что после нового года, с первого числа дисконт меняется. И уже с этим же дисконт... Еще рассказывать о нашей поездке в Крым я особо не буду, больше этого я даже не имею права этого рассказывать, почему потом вы поймете. Но суть дела... Так, ребята, по поводу интернет, если звук зависает, я прошу прощения. Почему? Потому что я нахожусь сейчас в гостинице, не в головном офисе. Так вот, по поводу Крыма я сейчас особо рассказывать не буду, но мы присутствовали действительно, нас пригласили на такое очень знаковое событие. И это знаковое событие, это было заседание научного совета, научного совета технологической платформы устойчивого развития Крыма. И действительно, мы были просто, с Гузель были просто поражены тем вниманием, которым люди восприняли, больше, что тот материал, который был у нас... И мы надеемся, что после, скажем так, улучшения политической обстановки на территории Крыма и отношения Евросоюза, Соединенных Штатов Америки к этой проблеме, а эта проблема, я думаю, что улучшится в любом случае, вот Крым для нас будет полностью открыт. Но сегодня уже надо туда заходить, сегодня уже надо думать о том, что просто задумайтесь. Нас пригласили участвовать в промежуточном рабочем совещании членов научного экспертного совета технологической платформы устойчивого развития Крыма. Там присутствовали представители власти и многих-многих организаций, бизнесмены и так далее, и так далее. Но это просто дополнительно, как бы сказать, к тому, что Крым – это Крым наш, как мы говорим, Крым наш, но еще особо, как говорится, дразнить гусей не надо. То есть по Крыму, ребята, работать надо очень и очень аккуратно, чтобы не было лишних кривотолков. И теперь, внимание, только что передо мной наступал спикер. Это Лариса Артамонова. И то, что я сейчас скажу, вот просто, ребята, примите это так, как есть. То, что лежит за нами и что лежит перед нами, это ничто по сравнению с тем, что лежит внутри нас. Вы знаете, у меня прям... Академия Махосознания. То, что происходит в вас, Академия Махосознания, приходите на вебинары, учитесь. Почему? Потому что пока мы не меняемся сами, вокруг нас ничего не меняется. Лучший наставник в любом деле – практика. Превратить свою жизнь в практику. Можно о чем угодно говорить, а можно просто начать ездить по регионам. Надо просто начать звонить по телефону. Надо просто начать общаться с людьми. И вы знаете, происходят удивительные вещи. Один, два, три, четвертый, говорит, да, я хочу быть здесь, я хочу быть с вами. Спросите сами себя. Мы пришли сюда создавать глобальнейший проект, помогать созданию. Мы пришли всерьез или понарошку? И у меня обозначение. Бабурин Виктор Игоревич. Почему Бабурин? Да потому что вчера, когда они общались с лидером гигантской молодежной команды, Константином Никлионовым, у них разговор вообще был именно об этом. Для чего ты придешь сюда? Для чего ты пригласишь сюда молодежь? Серьез пригласишь или понарошку? Ответьте для себя на этот вопрос. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. И я это сказал, хотя на самом деле не я. Нет, можно оглянуться на два года назад и спросить себя, вот за те прошедшие два года что-то глобально изменилось в вашей жизни или нет? Вот глобальнейшим образом. Особенно финансовая ситуация у вас, в вашей семье, у ваших родственников. И 90% людей, а то и 99% людей говорят нет. А скорее всего еще хуже стало. А теперь задумайтесь, пройдет еще два года, вот сегодняшний, наш сегодняшний телепост, пройдет еще два года. И что-то глобально, вот глобально именно изменится в вашей жизни или нет? Подумайте об этом. 10 лет назад, 15 лет назад, была куча возможностей. Ничто сейчас. В любой стране есть миллионеры и миллиардеры. Возможности есть всегда и везде. Далее. Лучший способ провести свою жизнь, поставить себе почти недостижимую цель и идти к ней всю жизнь. А остальное, все приложится. И у меня стоит анонс. Юницкий Анатолий Гардович. То, о чем он вчера говорил с нами. Мы вчера встречались лидером молодежной команды. Я, Магасумова Гузель и Виктор Бабодин. И мы слушали Анатолия Гарджиницкого. Он любезно согласился выделить почти 40 минут времени. Это было, конечно, потрясающе. Так вот, мы хотим жить всерьез или понарошку? Задумаемся. Есть два волшебных слова, которые открывают целые миры возможностей, экспериментов для нас. Так давайте попробуем. Знаете волшебные слова? Давай попробуем это сделать. Просто давайте улыбнемся тем ограничивающим возможностям, установкам, которые есть в нас. И позволим себе свободу. Свободу ошибаться, рисковать, искать новые варианты. Решиться на новые приключения. И не просто приключения. Мы создаем самый глобальный бизнес за всю историю цивилизации. Мы создаем то, что не делал еще никто никогда. Да мы сделаем так, чтобы захватило душ, дух. А потом мы посмеемся над своими неудачами и будем радоваться нашим общим успехам. Войти по-взрослому в мир инвестиций. Именно по-взрослому. Об этом мы будем говорить после согласования с руководством нашего фонда и головной компании. Мы будем говорить, но как будем говорить? Об этом нам будет говорить Виктор Тарасов. Это эксперт по глобальным рынкам. Советник по глобальным рынкам Сбербанка. Это эксперт и советник, и учитель, обучающий, бизнес-тренер и так далее. Прежде всего по инвестиционным стратегиям. То есть узнать действительно от супер профессионала. Это банк открытия и Сбербанк. Согласитесь, что не каждого человека пригласят никого по развитию глобальных рынков. И мы будем у него учиться, обучаться знаниям, что такое инвестиции вообще, что такое акции, как с ними работать, какая может быть тенденция. Это я думаю, что важно. Особенно так, как мы приближаемся к моменту выхода на IPO, важно, как правильно распределиться. И самое главное, самое основное, а вы слышите это постоянно. И когда вы слышите, вам кто-то говорит, это невозможно, это невозможно сделать, и так далее, и так далее. Задайте себе и ему вопрос. А что надо сделать для того, чтобы это стало возможным? И маленькая притча. Когда горел лес, и все звери бежали из лесу, спасались от огня, одна маленькая птичка калибри летала, набирала хоботком воду, и эту воду искала на огонь. И ей говорили, ты разве не понимаешь, что ты ничего не можешь сделать? А она им отвечала, очень просто, их, в наших силах. Так вот, в наших силах это... Всем благодарю за внимание, с вами был Григорий Мершниченко, группа компании Skyway, члены правления компании Skyway, город Минск, где, кстати, замечательная погода. И я, наверное, передаю слово руководителю фонда, первому человеку номер один, который все это начинал в этом фонде, это Евгению Кудряшову. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, у нас небольшой технический сбой. Григорий Михайлович тут со своей энергетикой, со Минска, аж интернет зашкалил, вот, как от него идет, я чувствовал его настрой, аж здесь, находясь в своей деревне. Вот, поэтому отлично, друзья. Я считаю, что, то есть, у нас Евгений должен был заканчивать, Кудряшов, но что-то у нас, я говорю, сейчас связь с несколькими, Мерополис подбивает, ничего страшного, друзья. Давайте тогда я уже подведу небольшие итоги, подведу, как говорится, черту под тем, что мы сегодня провели и сделали. И вы видели, друзья, очень интересные и, я считаю, профессиональные выступления. То есть, вы, Григорий Михайлович, вам сегодня непосредственно новости сказал, те, которые приняты вот уже и будут завтра озвучены непосредственно уже головной компанией. Вот, это условия всегда по тем, которые дальше выходят, их никто не знает, кроме, ну, самого близкого круга Антона Доварища Юницкого. В принципе, это правильный подход, потому что решения принимаются, исходя из той стратегии, из тех темпов развития, и тех этапов, которые сейчас идут. Поэтому, то, что сейчас делается, чтобы вы понимали, основной идет нажим на то, чтобы вы спланировали и подумали, как вы дальше движетесь. Раз. Второе, что те, кто изначально для себя принял решение и ведет эти дисконты 1 к 600, чтобы у них сохранилась эта возможность, и, соответственно, кто это вел, у него эти длинные дисконты будут сохранены. Вот, все остальное дальше, друзья, смотрите в личных кабинетах, мы за эту неделю сделаем все разъяснения, все, что у вас есть, но четко надо понимать, что таких условий, которые будут после мая на июнь, они уже сохраняться не будут. Зачем, друзья, это делают? Еще раз мы это объясняли, поясняли, что сегодня июнь, июль, август в преддверии подготовки к октябрьскому, сентябрьскому выставку в Берлине, где будет такая мировая презентация технологии, а потом к октябрьской презентации на Экотехнопарке необходимо четко спланировать финансовый план. Для этого должна работать система, которая себя оправдала, то есть это длинных рассрочек, потому что люди берут и соответственно на себя обязательства, и это система заключения такого неформального договора с компанией, когда вы на себя берете обязательства, мы выполняем. И, соответственно, это, друзья, то, что сегодня позволяет планировать компания финансовую деятельность, которая идет, поэтому это, друзья, работает, это для тех, кто уже понимает ценность того, что делается, и тем не менее, друзья, все остальное, как мы показали, и работа маркетинг-плана, и работа команды, которая сегодня есть, и то, что сегодня привлекает людей, оно все равно показывает, что это привлекательный бизнес, привлекательный проект, тот фон, который идет сегодня, в общем, который начался в Австралии и сейчас идет в Белоруссии, вообще развивается, и дальше, друзья, вы увидите в ближайший месяц, два-три, еще очень много интересных таких сюжетов, связанных уже с стартом технологии по всему миру, это, естественно, будет, друзья, облегчать возможность рассказывать о технологии, привлекать новых людей, показывать, как это привлекательно и как это сегодня задействует, и объясняя тем, что сегодня текущие дисконты отличаются от тех, что были, потому что новый этап, потому что новые, уже менее риски, которые были полгода-год назад, и, соответственно, это то, что сегодня делает проект еще более и более привлекательным, а эти дисконты, это, друзья, вознаграждение за тот риск, который входил люди, там, два года назад, год, и даже сейчас еще есть та возможность, которая будет очень серьезно компенсировать риски тех людей, которые входят сегодня. Дальше будет, друзья, совсем по-другому. Но это, друзья, естественная логика развития венчурного проекта, нельзя сохранять рисковость на всю историю, тогда какой же он вечерный проект, если три года назад, два года назад и сегодня одни и те же риски, которые были изначально. Это, друзья, наверное, неправильно. Поэтому давайте на этом, с чем я хочу сказать, что очень сегодня приятно и очень четко говорить, что Лариса провела Артамона очень серьезный факт, цифры по поводу тех количеств конференций и вебинаров, которые мы проводим. Я сам не задумывался, что да, действительно, когда мы с Алексеем Суходовым иногда в день проводили по восемь вебинаров, как-то не складывалось это в общую картину. Сегодня, говорим, друзья, мы дали инструмент, мы создали информационное поле. Конструкторское бюро сегодня активно выдает чертежи, сегодня общая компания строит технологию, технологию на эти спросы есть. Соответственно, все, что мы сегодня создали, это возможность привлекать инвестиции, привлекать новых людей, зарабатывать на этом деньги и, соответственно, строить, помогать технологии. Все это, друзья, работает, все это отлажено. Вы увидели сегодня ту команду, которая сегодня это осуществляет и с помощью техподдержки, и с помощью работы сайтов личного кабинета. И, соответственно, мы, друзья, приложим дальше все усилия для того, чтобы вам было еще более легко и комфортно работать и для того, чтобы мы с вами двигались дальше. Да, Ларис? Огромное количество вопросов по Германии. Освети, пожалуйста, в каких городах ты будешь хотя бы реинтересовать, что там, что ты посвящаешься, в каких Германии? Значит, 18 июня в 12 часов, Бен Зальфин, вон, прошла уже информация, это 18 июня в 12 часов будет первая пробная конференция совместно с Европейским агентством инвестиционных проектов. То есть мы будем проводить презентацию и, соответственно, всех желающих приглашаем, кто находится в европейской части, в Германии или, может, ну, в основном, это для Европы, это первая такая конференция, которая идет в преддверии большой европейской конференции, которая будет после Инотека транспортного в сентябре, уже 24-25 сентября. Вот, поэтому здесь, опять же, я могу сказать, друзья, это такое экспромтом событие, которое возникло по этому инвестиционному агентству предложение, и мы приняли, ну, как бы такое, их предложение сделать презентацию, и поэтому тем, кто хочет, пожалуйста, подсоединяйтесь, это первый. И еще, ну, опять же, это анонс будет, мы планируем 16 июня, то есть за день до этого, провести конференцию в Риге, вот, также следите за расписанием, эта работа тоже идет. А вообще, друзья, очень внимательно смотрите в личных кабинетах, у нас большое количество и личных встреч, и конференций, и обязательно будем еще и делать трансляцию. Вчера, извиняюсь перед всеми, пытались на туристическом форуме сделать трансляцию по перископу, но по техническим причинам не смогли организовать трансляцию, но есть запись, и прям буквально в понедельник запись выступления будет на наших ресурсах, на наших частых. Ну вот, друзья, давайте, я очень рад, что мы с вами сегодня такой прекрасный день отработали, это еще один день, не зря прожитый для нашего общего дела SkyWay, вот, мы все очень, кто инвестировал свое время, кто свое внимание, кто-то привел, вот, мне буквально перед конференцией позвонил Игорь Хальцев из Новосибирска, они там сидят целым офисом, и у них там целая группа людей, которые сегодня присутствуют на наших, то есть, я еще знаю несколько наших активных структур, которые собираются именно, мы дальше, мы будем, это обязательно эту работу еще расширять и вводить, ну там, если не каждый месяц, то хотя бы раз в два месяца обязательно, потому что это очень большая польза. Ну и, друзья, я могу сказать, давайте готовиться уже к сентябрю в Германию, в Берлин, и в октябре будет большая наша конференция в, естественно, на Мариной Горке, где мы, друзья, уже будем присутствовать при презентации технологии, которую мы сегодня так ждем, и которой мы сегодня так стремимся. Вот, друзья, поэтому по всем дисконтам давайте разъяснение все есть, уже по сотому разу, наверное, говорить не будем, понимаете, есть все разъяснение, поэтому давайте, друзья, я рад, что вы здесь, рад, что вы с нами, рад, что мы вместе с вами объединяем мир, ну, естественно, друзья, строй Skyway, спасай планету.